Начиная с этого года первоклассники будут учиться по новым единым учебникам. В Министерстве образования уверены, именно так можно решить проблему разного контента в рамках единой учебной программы. Издательства обращаются к разным источникам и пишут, соответственно, по-разному. Для решения этой задачи единый учебник играет ключевую роль. Он должен помочь повысить качество образования и сократить разрыв между лучшими школами и отстающими. Была проблема, что несколько издательств издавал один и тот же предмет, математику, но из разных авторов. Соответственно, программа разнилась в разных областях. Это создавало проблему при издаче НИНТ, при обучении в вузах. В связи с этим Министерство образования в этом году вводит базовый единый учебник. То есть разница авторов математика будет для всех единой по всей республике. Одно из главных преимуществ новых учебников – они очень легкие. Книги разделены на несколько частей. Как только ученик закончит изучать предмет первой части, он будет носить в школу вторую. К тому же в заданиях сделан упор не на заучивание, а на активные действия. И что самое главное – переизданные книги для первоклассников родителям не придется закупать. Министерство образования и науки республики бесплатно обеспечит учеников необходимой литературой. Мне, допустим, тяжело покупать книги. У меня четыре ребенка и все школьники. Полный комплект из 18 учебников за счет госбюджета получат и учащиеся восьмых классов. К тому же бесплатно четвероклассникам достанется учебник по английскому языку, а девятиклассникам – основы религиоведения. Остальные учебники родителям школьников придется закупить самостоятельно. Правда, стоят они недешево – от полторы тысячи тенге за книгу. Продавцы отмечают, в этом году сумма сбора в школу значительно выросла. Как доллар поднялся, цены сразу взлетели. На 50-100 тенге возросла стоимость концтоваров. Учебники выросли в цене почти на 200-300 тенге. К слову всего, на обеспечение учебниками южноказахстанских школ было выделено порядка 3 миллиардов тенге. На эти деньги уже закупили около 2,5 миллионов учебников. Все книги прошли экспертизу качества, а потому ошибки в новых учебниках исключены, заявили в министерстве.